Привет! И вот снова команда Сайта Мьюзик вернулась на ваши мониторы, чтобы опять радовать вас свежими и не очень музыкальными новостями. Сегодня мы находимся на концерте у братьев Борисенки, весьма неоднозначный музыкальный коллектив, поэтому смотрите, слушайте пальцы вверх, пальцы вниз, оценивайте. Приятного просмотра! Ну а теперь встаем и продвигаемся в братьев интервью и братьев Борисенки. Сейчас мы берем интервью дуэта братьев Борисенка. Ребят, недавно вы сняли клип. Расскажите подробности какие-то, которые еще не были освещены. Возможно, были какие-то курьезы, либо интересные моменты. Клипы снимали на 32 этаже, на крыше, на последний, но новый клип еще один мы сняли на песне «Я Герой». «Я Герой» это проект будет на новом канале танцироваться, в котором мы также будем принимать участие. За какую команду, еще не знаю. «Я Герой» это будет песня, сам трек, поэтому это передача. Вот так вот. Мы снимали клип на крыше 32-этажного дома. Это пару зданий офисное в Киеве. Это просто нереально. Вертолетная съемка. Это очень круто. Страшно, в первую очередь. Там ребята, бип-бои, акробаты, хип-хоперы, там разные танцоры, фактизеры даже были. Вот так вот. Разные ребята, которые достигли чего-то в жизни, и они вот пришли на нашу тусовку, да, показать себя, что они будут делать. Ну, это нереально. Каждый человек в этом клипе показывает, что «Я Герой, я смогу и я сделаю». То есть это мы пытаемся ей донести. То есть концепция клипа была именно воссоздать человека, который к чему-то пришел. Да, да. То есть герой, сильный человек, да? Человек сильен во всем. То есть в каждом человеке есть герой. Но он просто не знает об этом. Но это нужно понять. Вот так вот. А по поводу этого проекта на новом канале, можете что-нибудь рассказать, какие-то подробности? Это будет сделано, как последний герой, когда ТВРТ снимал, либо что-то другое? Это будет похоже, но не то. Это что-то будет новое, того, чего не было еще нового. Вы знаете, такие проекты в Украине еще никогда не снимались. Это действительно первый проект такого рода. Это будет как, знаете, большая площадка, на которой будут проходить все различные соревнования между командами. Это в Регу, это в Орловке. Вот. И это как бы, это впервые снимается в Украине, а именно в Крыму. Это «Золотой берег», Орловка, рядом с Севастополем приезжать и будет рад видеть всех, как говорится. Предпоследний клип, который мы снимали, который сейчас ратируется, это «Любовь с первого взгляда». Тоже очень интересно, очень круто. Мы снимали клип на заброшенном заводе, но это именно павильон. По задумке, это был заброшенный заброшенный заброшенный. На заброшенном складе мы показали себя в новом амплуа, который, на самом деле, поближе к нам. Вот так вот. Нам, честно, лично нам понравилось. Человек, который нам снимал клип, Лена Винярская, просто замечательный человечек. Спасибо большое. Это просто нереально крутой человек, отношение к нам, отношение к работе, настолько профессионализм чувствуется. Просто офигенно. Я не могу передать это словами, у меня не хватает слов. Было достаточно интересно и мокро. К концу съемок клипа промокли ноги. Мы уже пытались по секрету, каждый коньяка уже пытались разогреваться. Здравствуйте. Очень интересно было на съемке клипа. И то, чего еще не рассказывали никому, это, наверное, такая, как сказать, про тарелку. А, про тарелку. Есть такая, ну, это стандартная, на самом деле, ситуация, где после съемка клипа... Тарелку, да. Ну, просто даже один хватает, потому что... У меня просто, до второго клипа такого еще не было. То есть традицию войдет? Ну, да, но у нас это так, это больше традиция всех мейкеров и режиссеров, да. По поводу записи одного альбома, еще каких-то вещей, что-то будет? Ожидать что-то? Нам продюсеры пообещали, что мы запишем первый альбом наш, да, уже к осени. И осенью, возможно, будет... Ну, это еще не та же информация, но альбом будет точно сказать. А по поводу тура еще никаких деталей нет? Ну, мы просто такие люди, которые, даже если мы знаем точную информацию, мы все равно стараемся ее не договаривать, потому что, ну, мало ли что может... Интригу держать? Да это не для телевизора, это для нас, потому что мало ли что может произойти, а потом мы будем обмачивать. Мы не интрижные ребята, у нас на самом деле в жизни все, как вы видите, практически все так и происходит. Вот есть артисты, которые делают достаточно пиар. Мы стараемся, да, пиар нужен в нашей профессии. Мы стараемся делать правду, показывать правду, что есть на самом деле, а не придумывать нам какие-то себе болезни, какие-то надуманные истории. Вот так вот, и как бы стараемся... По поводу отношения с фабрикантами, то есть как бы фабрика уже позади, с кем общаетесь, с кем, да, наверное, не общаетесь? С кем были самые лучшие отношения, то есть кто стал со друзьями? Есть такие люди? Конечно, есть. До сих пор празднуем победу Стаса Шуринса на проекте «Танцы со звездами». Это наш друг, вот, сегодня он отмечает свой день рождения, но мы не смогли приехать, так как выступают сегодня у вас в городе. Поздравляем ваш город сегодняшним днем рождения. Непродзержинск, вы очень с вас. Очень приятно. Ну, поскольку мы из Непропетровска, мы всегда знали, что это такое Непродзержинск. То есть друзья живут, друзья у нас, много друзей живут. И как бы мы каждый раз, когда сюда приезжаем, мы понимаем, что это все-таки тоже родное, как бы. А насчет других фабрикантов, мы общаемся со многими, с Катнаем, с Эрикой, с Матинсом, с Абринкой, ну, с Шуринсом уже сказали. Как бы мы с кем пересекаемся, с теми и общаемся. Мы брали интервью группы Паранормальных и Аня очень позитивно на вас отзывалась. Вы поддержите как бы эту нотку, линию? Да, мы поддерживаем, во-первых, отношения дружеские. Мы стараемся созваниваться, общаться все чаще и чаще, потому что это мега-люди. Мех родной человек нам. И Аня благодаря Меху стала еще роднее, чем была. После выступления с группой Паранормальных на «Фабрике звезд» в суперфинал, мы просто, не знаю, как они в нас, но мы в них влюбились. Потому что на экране все люди одни, а в жизни другие. В жизни это нереально классные люди, правда. Что Ванька дом, что Аня мех. Аня мех. Нам Аня делилась о своих музыкальных взглядах. То есть, допустим, вот она слушает очень тяжелую музыку, достаточно. А вы какую музыку предпочитаете? Абсолютно разные, но я предпочитаю попсу, но качественную. Как бы зарубежную, либо же, ну, если на дело и рок, могу послушать. И слушаю все, кроме рэпа. Потому что я привык мелодичной музыки, но все-таки это музыка, а не речитатив. Я больше люблю расслабиться, регги. А если что-то накопилось, да, потому что тогда это рок, инди-рок, брит-поп, что-нибудь такое. То есть, ну, ваши музыкальные взгляды не конфликты? Ну, то есть, вы не конфликтуете при этом? Нет, 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 мы для подбора нашего репертуара мы всегда находим общий вывод. Да. То есть у нас с Сашкой абсолютно разные песни в репертуаре. Как бы, любой с первого взгляда, наша последняя песня, она такая более раговая. Более раги, рэгги, 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 рэгги. Это для себя еще интересно, знаете, спеть какую-то там. А не хотели бы вот немножко изменить амплуа, вот действительно записать пару песен в таком тяжелом жанре? В тяжелом жанре, значит? Это хорошая идея, мы, возможно, подумаем насчет этого. Но правда в идее, в мыслях было. Правда было. Да, в идее, в мыслях есть. Прикольно, парабайщики, живой звук. Во время съемок клипа, были, возможно, ну так, вот сейчас к этой теме, какие-то вот действительно курьезы? Вот что-то такое, что вам запомнилось именно вот в сумешком? Курьез в том, что их не было. Потому что когда журналисты спрашивают, у нас такая курьезная ситуация, мы не знаем, что ответить за этот вопрос. Не было курьезы? Нет, ну это говорит о профессионализме все-таки. Ну то есть... Скорее всего, да, со стороны клипмейкера. Потому что в клипе все, абсолютно все зависит от клипмейкера. Даже артист, даже артист, эмоции артиста зависит, мне кажется, от клипмейкера. Ну естественно, извините, от какого-то там, вот такого чувака, который на сцене делает вот так, но из него ничего не сделаешь. Вот так вот. Ну, ребят, большое вам спасибо за интервью, удачного сегодня выступить. Спасибо. И если ты приедешь сюда, то обязательно поверишь в чудеса. Прекрасно, как цветок, а та улыбка. И не зайди из твоего лица. И в ночи звездных золотая рыбка. Исполню все желания для тебя. Найди меня на грёбном берегу лето. Здесь будут для тебя мои секреты. Свет ты влюбился навсегда. В тебя под письмом моря. Ты голубая, тёплая вода. Я большое сердце. И любовь моя в начале пути. И пусть я маленького роста. И во мне играет детство. Просто кто у нас ещё впереди? И пусть я маленького роста. А небо плачет. А с неба плачешь ты. Но как иначе? Ты порушился от мечты. Твои крылья жизнь сломала. И ты верить перестала. Ты бежишь. Ты бежишь. Но я с тобой. Я солнца свет. Я лучик твой родной. Я здесь. Я с тобой. Не убегай. Я стану светом. Только знай. Я здесь. Не убегай. Я стану светом. Только знай. Я здесь. Не убегай. Я стану светом. Только знай. Я здесь. Я здесь. Я здесь. Я здесь. И грустно всем порой. Но я с тобой. Продолжайте смотреть наши репортажи. Читайте наши новости. По традиции слушайте только хорошую музыку. И просто отдыхайте. С вами была команда Сайтова Мьюзик. А теперь мы пойдем и поговорим с братьями Борисенко. Ты меня понял, да? Все. Мы идем. Пошли. На краба. Я тут.